Карл Густав Юнг, великая фигура в области психологии, приглашает читателей в трансформационное путешествие в своем фундаментальном произведении «Психология и алхимия». Опубликованная в 1952 году, эта книга глубоко занимается сложными взаимоотношениями между человеческой психикой и алхимическим символизмом. Когда мы отправляемся в этот интеллектуальный оплот, мы обнаруживаем себя в неизведанных водах бессознательного, под руководством глубоких инсайтов и аналитического мастерства Юнга. С уважением просим вас поддержать нас, поставив лайк, поделившись видео и подписавшись на канал. Ваша поддержка очень важна для нас. Раскрывая алхимическую воображение. Юнг с характерной глубиной и эрудицией представляет нам мир алхимии не просто как исторический артефакт, но как богатое полотно символов, отражающих сложности человеческой психики. Он утверждает, что алхимический процесс – это внешнее проявление внутреннего путешествия, исследования процесса индивидуации, в ходе которого сознательное и бессознательное согласуются. Автор раскрывает алхимическое воображение, призывая читателей преодолеть буквальность и воспринимать символическое. В руках Юнга алхимия становится языком души, и психология, и алхимия служат путеводителем к расшифровке ее загадочных посланий. Через тщательный анализ Юнг извлекает скрытое психологическое золото из алхимических текстов, раскрывая архетипические образы, связывающие коллективное бессознательное человечество. Архетипы и коллективное бессознательное. Понятие архетипов, ключевое в психологической концепции Юнга, вводит глубокое понимание коллективного бессознательного человеческой психики. Архетипы, по Юнгу, являются универсальными символами, вложенными в коллективное бессознательное, представляя фундаментальные человеческие опыты и эмоции, выходящие за рамки культурных и временных границ. Эти архетипические образы, утверждает он, проявляются в сложной ткани алхимического символизма, формируя символический язык, обращенный к самым глубоким слоям психики. Исследование Юнга архетипов выходит за рамки теоретического каркаса. Он искусно маневрирует лабиринтом алхимических аллегорий, раскрывая архетипические основы, лежащие под поверхностью. Через тщательный анализ он раскрывает, как эти архетипы находят выражение в богатой изобразительности алхимии, становясь мостом между личным опытом индивида и общим резервуаром коллективного бессознательного человечества. Разбирая алхимические символы, Юнг проливает свет на связи между индивидуумом и коллективными измерениями психики. Символы и мотивы, вложенные в алхимические тексты, по его мнению, не являются произвольными, а представляют собой отражение универсальных человеческих опытов и архетипических паттернов, формирующих их. Это признание становится ключом к раскрыванию глубоких пониманий тань человеческого поведения и культуры, выраженных через вечный язык алхимии. Более того, акцент Юнга на архетипах как мосте между личным и коллективным приглашает читателей размышлять о взаимосвязи человеческих опытов. Архетипические паттерны, присутствующие в алхимических образах, резонируют не только с внутренним миром индивида, но и с общими опытами человечества через культуры и эпохи. Признавая эти архетипические паттерны, читатели получают более глубокое понимание общего человеческого опыта, осознавая, что борьбы, трансформации и амбиции, изображенные в алхимическом символизме, вплетены в ткань нашего коллективного бессознательного. В сущности, исследование Юнга архетипов в психологии и алхимии предлагает читателям преодолеть поверхность алхимического символизма и погрузиться в универсальные потоки, лежащие в основе человеческого существования. Признание архетипических паттернов становится трансформирующей линзой, через которую можно разгадать глубокие послания, скрытые в загадочном языке алхимии, в конечном итоге приводя к более глубокому пониманию сложного взаимодействия между личным и коллективным измерениями человеческой психики. Трансмутация психики Погружаясь еще глубже в сердце алхимического символизма, Юнг раскрывает глубокую тему трансмутации, центральный повествовательный элемент, вплетенный в ткань квеста алхимика. В своей сущности алхимическое стремление превращать основные метаи в золото становится, по Юнгу, метафорой беспрецедентной значимости, символическим отображением психологической трансформации, разворачивающейся в человеческой психике. В психологии и алхимии Юнг приглашает читателей в путешествие сквозь тонкости алхимических стадий Негреда, Альбеда и Рубеда. Эти стадии, отражая лабораторную работу алхимика, приобретают символическую резонанс в области психики. Негреда, начальная фаза, отмеченная тьмой и разложением, соответствует разрушению старых, бессознательных структур. Альбеда, стадия очищения и просвещения, представляет собой появление ясности и самосознания. Наконец, Рубеда, стадия интеграции и единства, обозначает осознание трансформированного, индивидуализированного «я». Тщательное исследование Юнга этих алхимических стадий не только предоставляет карту для понимания сложностей трансформационного путешествия, но также предлагает практические идеи для тех, кто находится на пути самопознания. Алхимический процесс становится руководством, освещая вызовы и триумфы, присущие стремлению к индивидуации, дорожной картой, трансцендирующей время и культуру, резонируя с искателями по всему спектру человеческого опыта. Алхимия как катализатор личностного преобразования. Психология и алхимия выходят за пределы академических дискуссий, предлагая практические идеи для личного роста. Раскрытие Юнга алхимического опус служит руководством для тех, кто исследует свой внутренний мир. Алхимическое путешествие, по словам Юнга, не ограничивается лабораторией или древними рукописями, это живой процесс, развивающийся внутри каждого индивида. Принимая символику алхимии, читатели могут отправиться в собственные трансформационные поиски, преобразовывая вызовы жизни в возможности для самореализации. Критика, сложность юнговского языка. Хотя исследования Юнга алхимии безусловно глубоко, некоторые читатели могут считать язык и концепции трудными для понимания. Сложная сеть архетипов, символов и психологических процессов требует внимательного внимания, делая психологию и алхимию плотным произведением для тех, кто не знаком с юнговской психологией. Однако для тех, кто готов вложить умственные усилия, вознаграждение огромно, так как книга заложила основу для более глубокого понимания человеческой психики. Интеграция восточной мудрости. В отличие от традиционной западной психологии, Юнг интегрирует элементы восточной философии и мистики в свой анализ. Этот межкультурный синтез добавляет слой богатства к исследованию психики, преодолевая культурные границы и предоставляя галлистическую перспективу на человеческий опыт. Устанавливая параллели между алхимическим символизмом и восточными духовными традициями, Юнг приглашает читателей расширить свое понимание бессознательного и принять более всестороннее мировоззрение. Наследие и влияние. Более 70 лет после публикации «Психологии и алхимии» она продолжает оказывать глубокое влияние на психологию, философию и гуманитарные науки. Акцент Юнга на интеграции противоположностей, важности символизма и признания трансцендентного измерения психики резонирует как с современными мыслителями, так и с духовными искателями. Книга стоит как свидетельство бессмертного наследия Юнга, вдохновляя поколения исследовать глубины своих собственных психик и участвовать в непрерывном алхимическом процессе самопознания. Трансформационная экспедиция В области психологической литературы психология и алхимия является маяком, направляющим тех, кто готов начать трансформационную экспедицию в тайны бессознательного. Синтез алхимической мудрости и психологического понимания Юнга предлагает уникальную перспективу для понимания сложностей человеческого опыта. Путешествуя по интригующим символам и архетипическим пейзажам, мы находим не только глубокое исследование алхимии, но и карту для алхимии самого себя, путешествия к целостности, интеграции и осознанию скрытого золота внутри. Субтитры создавал DimaTorzok